Татьяна Канаева с трепетом и болью в сердце возлагает цветы к мемориальной доске своего ученика Альберта Халиулина. В 85-й школе она проработала 30 лет. Этот выпуск был у нее первым после института. У каждого ученика были планы на жизнь. 17-летний Альберт заводила класса, красивый и перспективный юноша, в армию не собирался и даже поступил в институт. Но судьба распорядилась иначе. В 1984-м на войне в Афганистане он погиб. Красивый парень был. Действительно красивый и как человек красивый. Веселый, жизнерадостный. Вот как-то вот он любил жизнь. Захотел, ну на кардионе нет, захотел на гитаре. Он научился играть сам на гитаре. Они постоянно пели, то есть выступали. Вот попросили его, то есть предложили, вот стал знаменосцем. В этом году Альберту Халиулину исполнилось бы 50 лет. К этой дате в школе решили увековечить память о нем и повесить мемориальную доску. Теперь каждый ученик знает о подвиге героя. Он стоял на месте как положено, исполнил свою присягу, свой долг. То, что устоял на месте, несмотря на то, что снайпер перебил ему сону артерию и все равно устоял до последнего. Он был учеником из первого выпуска нашей школы. Одним из самых ответственных. Он воевал в Афганистане, получал награды. Я считаю, что он все это заслужил. В Самарской области много героев, воинов-интернационалистов, о которых стоит рассказывать молодому поколению, чтобы знали об их подвигах, чтобы гордились и чтобы помнили. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.